здравствуйте друзья сегодня у нас на ремонте принтер samsung pro express m3870 поступил с такой проблемой клиент говорит что при сканировании документов и либо копирование спал именно с планшета сюда появляются такие артефакты прямоугольники ну вот так вот это я уже сам пробовал копию делал вот так вот при копировании с авто подачки таких дефектов нету все сканирует нормально все четко без дефектов соответственно проблема со сканирующей линейкой у нас отпадает потому что если была бы проблема со сканирующей линейкой во первых такие артефакты они были бы сплошь либо сплошные по этой части без вот этих вот перепадов одинаковые были бы и они были бы как с планшета при копировании с планшета так и при копировании с автоподатчика у нас с автоподатчика он копирует нормально в данном случае проблема в шлейфе сканирующей линейки сегодня вам покажу как его поменять вот собственно говоря и сам шлейф который мы поменяем для начала снимем автоподатчик сам немножко приподнимаем его здесь стоит клипса надо ее открыть нажимаем здесь и вверх отводим и отсоединяем шлейф там два разъема идет все вот они раз-два поднимаем чуть-чуть от себя отводим и он сам как бы достается сказать слезает далее надо снять крышку панели самой вот эту снимается на здесь таким образом снизу поддеваем и она не прикручена здесь поддеваем здесь здесь видно будет у него здесь вот место для так сказать для защелки идет здесь 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 и здесь поддвигаем ее и наверх отводим немножко сняли вот у него зацепы 1 2 3 4 5 и вот здесь 6 соединяем вот этот шлейф и вот этот шлейф снимем сейчас эту голову чтобы нам уже разбирать ее отдельно откручиваем вот этот болт вынимаем колпачок аккуратно можно сразу эти два вынуть потому что нам их тоже потом придется откручивать так и откручиваем общем здесь был и откручиваем здесь 1 2 болта далее надо снять боковую крышку вот эту для того чтобы нам высвободить шлифа от сканирующей линейки вынимаем лоток не мешал в принципе не мешает но для удобства 7 вот эту крышку тоже чтобы не мешало ее просто отсюда отводим в сторону сняли и и здесь привод шестеренки к приводу барабана его тоже сторону отводим снимаем и назад отводим просто все сняли крышку она снимается снизу здесь раз зацепщик о да здесь два и здесь три опса сняли потому что эта крышка снизу снимается ну что здесь у него вот заходят сюда взводы одевается так вот и вниз низу защелкивается отсоединяем этот шлейф этот шлейф мы его будем менять этот шлейф этот и этот все цене в общем 5 шлейфов и снимаем блок сканера на себя поддеваем вверх то есть здесь аккуратно не вырвите здесь провода далее откручиваем все болты отсюда то есть это вот здесь вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать все их откручиваем отстегиваем тоже ну клипсы идут то есть вот раз два три четыре пять шесть то есть их на отвести и он спрыгнет то есть можно это сделать таким образом положить его и просто в сторону отводим поднимаем вверх сняли крышку осталось у нас вот эта часть надо снять вот эту крышечку она держится на клипсах помимо болтов то есть вот здесь вот клипса у нее и вот здесь клипса все больше ничего не держит аккуратно но я вот таким образом снимая чтобы она уступала на себя то сдержим вот так вот я придерживаем пальцем и отводим клипсу все нас прыгнул все он салон прось стекло обязательно изнутри протираем жидкостью для чистки дисплеев lcd экранов там и так далее то есть изнутри и снаружи обязательно так ну вот у нас сам шлейф принципе здесь идет ролик натяжитель подпружиненный нам надо снять этот ремень аккуратненько поджимаем его ремень сняли и снимаем этот шлейф отстегиваем отсюда вытягиваем вот у нас старый шлейф новый уже идет подогнанный уже все загнуто у меня он переломился вот в этом месте то есть вот здесь здесь уязвимое место у нее так понял почему-то оказалось у этого шлейфа здесь уже я подпаивался для проверки то есть я подпас паялок между собой но это все ненадолго это все развалится у меня все работы стало хорошо ну то есть соответственно еще раз убедился что проблема в шлейфе уберем новый шлейф прокладываем его здесь у нее здесь везде уже есть такие клейки но снова просто снять этикетки эти и приклеить новые шлейфа идут уже оригинальные полностью выполнены все изгибы под оригинал но они оригинальные все собираем точно также в обратном порядке ну и проверим как у нас он будет работать так давайте проверим проверяем ну все как видно печатать без артефактов копии делать пробую второй раз все отлично вот пожалуйста проблема ушли все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока